Привет всем! Сегодня мы пообщаемся с Виталием Гурковым, 12-кратным чемпионом мира по муэй-тай, а также вокалистом группы Бруто и культовым белорусским спортсменом. Парень я был такой худой и невысокий, и мне просто хотелось даже, ну, просто увереннее быть в себе и могу защитить себя и друга своего. Включал магнитофон, становился перед зеркалом, представлял, что я на сцене и пою Виктора Цоя. Тогда кроме Цоя не было любимых исполнителей. Я там махал ногами, представлял себя Брюсом Ли. Было две детских мечты, которые благотворно осуществились. Да, вот, вот, вот. Либо можно этой же рукой снять. Ты не похож на человека, у которого есть какая-то внутренняя агрессия, которая, которой необходимо выплеснуться куда-то. Очень спокойный, размеренный. Почему муэй-тай? Один из самых жестких видов единоборств? Ну, муэй-тай, потому что, наверное, увидел все-таки этот вид спорта по телевизору. У нас тогда шла такая программа Sport Action, по-моему, называлась. И там, как бы, рассказывали про успехи белорусских спортсменов. И, ну, мне понравился очень этот вид спорта. И я увидел там поединки своего будущего тренера. Ну, на тот момент я не знал, что это будет мой будущий тренер. И, скорее всего, элементарное такое желание преодоления самого себя и желание стать сильнее. И как-то так это все шло, наверное, все-таки, опять же, через музыку и через какие-то субкультуры. Потому что я слушал всегда музыку и тяжелые разные стили и направления. И, в принципе, в то время, как бы, приходилось отстаивать свои убеждения, интересы, даже музыкальные. И возникали какие-то конфликтные ситуации. Как бы, парень я был такой худой и невысокий тогда еще. Сейчас просто худой и высокий, а тогда даже невысокий. И мне просто хотелось даже, ну, просто увереннее быть в себе и понимать, что я могу, там, сделать пару приемов, могу защитить себя и, там, друга своего. Пошло, наверное, там, такая была история. Я занимался баскетболом в школе. У меня сестра старшая играла профессионально в команде «Горизонт». И я как-то в школе ходил в секцию баскетбола. Там как-то был момент, что я подрался, защищая себя, как-то, свое достоинство и честь. В тот момент тренер нас разнял, наругал нас. Сказал, что тут… Во мне он увидел почему-то зачинщика, хотя-то обижали меня на тот момент. Сказал, тут вам, как бы, не бокс, хочешь драться, иди на бокс. Я долго не думал. Ну, и пошел в секцию тайского бокса. Буквально, там, через неделю я уже нашел клуб. Тогда это еще был клуб «Чинук». И пришел, сразу попал в группу к Песецкому, Дмитрию Борисовичу. И вот, задержался, и, наверное, через преодоление себя. Потому что постоянно в зале было много ребят, которые были талантливее тебя, сильнее тебя, физически крепче. И у них все так как-то получалось легко. Я всегда брал с них пример. Мне казалось, ну, я еще тут позанимаюсь, сколько-то, я не знаю. А вот этот будет настоящий чемпион, как бы. И просто настолько хорошо у них все получается. А потом как-то с течением времени я смотрю, прихожу в зал, понимаю, что этих ребят уже нету, а я остался. И уже кто-то, возможно, иногда так и на меня посмотрит с такими же мыслями. И каждое соревнование, каждый бой – это было как просто проверка своего, наверное, характера и духа, в первую очередь. И с течением времени и упорства уже появились какие-то первые спортивные успехи. С момента прихода в зал и до первого золото чемпионата мира либо Европы, сколько времени прошло? Так, первое золото чемпионата Европы – это, наверное, было… Не Украина ли это было, кстати? Это была Украина, Одесса, да, но это был юниорский чемпионат. Так, это был 2001 год, я где-то в конце 1999-го, в 2000-м начал заниматься. И в 2003-м году я уже стал чемпионом мира по взрослым в Таиланде, в Бангкоке. И на момент пройдения чемпионата мне было 16 лет, то есть в финале я работал со спортсменом из Португалии, который, ну, как я говорил, достался мне по наследству, потому что он с ним уже перебоксировал половину сборной Беларуси до этого, ребята, которые перешли уже в другие там весовые категории. Ему было 33 года на момент, ну, на момент соревнований. Вот, вот такая вот была первая моя победа на чемпионате мира. Чем объяснишь вот то, что Беларусь, как и Украина, кстати, находится среди лидеров муай-тая, то есть там, ну, там, в тройке, в пятерке, условно говоря, всегда. Всегда, да. Всегда. Почему так? Как так сложилось? Ну, можно, как бы, говорить много насчет того, что школа, база и так далее и тому подобное, но мне кажется, что в первую очередь это, наверное, боевой дух и какой-то бойцовский ген, который есть в наших странах, в наших людях. И, наверное, не от хорошей жизни, не от простой, да, потому что у нас банально, как бы, особенно в то время нужно было быть сильным на улице даже элементарно, чтобы защититься от хулиганов и просто увереннее себя чувствовать. А в некоторых ситуациях даже были районы, в которых, скажем так, либо ты занимаешься спортом, либо ты умираешь. Ну, ты, тебя либо убивают, либо тебя убивают алкоголь там и наркотики, да, и это как просто элемент выживания какого-то твоего. Мне кажется, так, это социальная среда, в которой наши страны жили и, наверное, продолжают жить. Выиграл ты первый чемпионат мира, вошел в национальную сборную. Так или иначе, зарплата сборника по неолимпийскому виду спорта – это не очень много. В то же время проводятся профессиональные турниры по КА1, по ММА и наверняка начинают поступать какие-то предложения. Когда ты попробовал себя в профи, сколько ты заработал за первый профессиональный бой, если это не секрет? Вот я первый свой гонорар помню точно за… было время, когда за чемпионат Беларуси в конверте давали денежку. Сколько? Вот это я помню. Точную сумму я не помню, но можно было купить два тюбика фастом геля. Вот это я как бы помню, что эквивалент я где-то примерно так приравнял. Первый профессиональный бой у меня был, наверное, вскоре после того, как я выиграл чемпионат Беларуси. Ой, не Беларуси, а чемпионат мира. Это 2003-й, конец 2003-го года. И он был с белорусским спортсменом. И на тот момент этот бой был настолько тяжелым, что я столько травм, наверное, и ударов не пропускал за весь чемпионат мира. Вот. Гонорар, наверное, был около 150 долларов. И на тот момент это было как бы неплохо для первого боя. Я так понимаю, что сумма возросла впоследствии раз в 10, 20, 30, я не знаю. Какие твои бои являются для тебя наиболее важными и знаками? Потому что, ну, наверное, многие помнят твое поражение от Петросяна. Потому что это транслировал, по-моему, Евроспорт. Это много обговаривалось. Но, в общем-то, такого уровня боев у тебя было довольно-таки много. Или нет? Или это отдельная какая-то история, которая у тебя памяти осталась? Если говорить про какие-то там самые главные бои. И я считаю, что у меня в моей спортивной и профессиональной карьере два самых главных боя было. И это те, которые я проиграл. Это, несомненно, бой с Петросяном. Когда я был... Сейчас немножко объясню. И который я проиграл. Потому что, если бы получилось по-другому, то, скажем так, и мой рейтинг, и моя, скажем так, узнаваемость, и профессиональные навыки, и гонорары, они бы, наверное, возросли очень сильно. И Петросян звезда. Первый бой это с Петросяном, когда я был, скажем так, абсолютно не готов ни к Петросяну, ни к этим правилам, по которым приходилось боксировать. Вот. И такая была... Это был, наверное, четвертый мой бой в жизни по правилам К1. И сразу же я попал на... На «Живую легенду». Да. Он тогда был чемпионом прошлого года. И, по-моему, поза прошлого года. И вот, то есть, у меня был отборочный такой этап. Чемпионат Восточной Европы была восьмерка. Я выиграл и сразу потом следующий бой я провожу уже в финале шестнадцати. И первым соперником мне достался Петросян. Многие думали, что этот бой закончится досрочно. То есть, что меня сразу легко одолеет. Но бой получился такой достаточно тяжелый для нас обоих. Потому что я помню, что после поединка... Не знаю, можно ли так на камеру тут говорить. Можно. Пророгались мы оба. То есть, я там получил пару хороших ударов. Возможно, было какое-то сотрясение. Ну, и, в принципе, темп такой поединка был, что просто после боя я пошел в туалет. И издавал эти звуки, касатки, выброшенные на берег. И, к моему удивлению, в соседней кабинке точно такие же звуки. Кто-то издавал. И когда я уже вышел, начал умываться, я видел, что вышел Петросян. Короче, бой был тяжелым для нас обоих. Второй бой? Второй бой – это с Буакалом. Буакал в Пор Промук. Буакал в Банчемек. Тоже икона, икона Майдай. Да, это боец, которого, скажем так, я всегда обожал и восхищался. Его боями, когда он боксировал в К1, и, наверное, это был… Я за него всегда болел, потому что это был единственный представитель муай-тай тогда. В К1 Макс. А, ну, Кишенко, да, еще, ну, Кишенко чуть позже появился. И вот он мне очень сильно импонировал, и, как бы, стиль его поединков, и все такое. И, конечно, я никогда не мог представить, что я буду с ним боксировать хоть раз в жизни. Помешало вот чрезмерное уважение или нет? Нет, вообще не помешало. Тем более, что, как бы, на тот момент, когда мы с ним встречались, это был 2012 год, это был финал турнира «Тай Файт». Это было такое грандиозное сражение на площади, главной площади Таиланда, там, где, по-моему, памятник статуи короля там стоит. И я не знаю, сколько тогда было людей, были эти огромные экраны, там, тысячи, наверное, зрителей. И я понимал, что, как бы, у него на родине в такой атмосфере, как бы, ну, сложно, наверное, морально-психологически быть заряженным на то, чтобы выиграть. Тем более, понятно, что это нужно делать красиво и уверенно. Но, тем не менее, мой бой с ним мне понравился. И у меня такое было впечатление и внутреннее ощущение вот в каждом момент боя, что вот-вот я могу что-то такое сделать опасное и в любую секунду могу завершить этот бой досрочно. У меня была такая вот какая-то вера в свои силы. И в третьем раунде я это почувствовал еще больше, потому что, ну, бой, скажем так, если принадлежит относиться, то он звезда и фаворит, а бой у него не сложился, да, как бы, со мной. То есть он был такой грязный, там много было клинчей, он меня ронял, скручивал, я поднимался опять там, шел на него, какие-то вот эти вот, я набрасывался просто в атаке. И я в третьем раунде почувствовал, что ему надоело, блин, что он уже такой, блин, да когда ты уже успокоишься, да. И я почувствовал, что ему дискомфортно, как бы, со мной в ринге. И когда бой закончился, закончилось три раунда, мне этих трех раундов было мало. Я бы, вот, мне казалось, я бы дрался еще, еще, еще. А в его глазах я увидел, что ему уже надоело. Поэтому у меня такое, после этого боя, хорошее ощущение. После этого у нас через какое-то время завязалась такая дружба. В каком-то 2015 году, по-моему, проходил турнир у нас в Минске, Топ Кинг. И он приезжал туда участвовать. И тогда один мой товарищ, журналист, подошел к нему и спросил, как бы, не хочет ли он реванш со мной. Его менеджер это все услышал. И такой, о, Гурков, Гурков, ну, там, типа, найди там, типа, его. Как-то меня приводят, и мне реально предложили быть, как бы, приехать в лагерь к нему, тренироваться с ним и участвовать в профессиональных турнирах. Как бы, дальше, ну, вот, в команде, как бы, да, Буакава, там, тогда уже Буакав-Банчемек. Вот. Это было очень классное предложение, от которого мне пришлось отказаться. Потому что мы уже начали музыкальную деятельность активно. У нас вышел уже первый альбом, вышло там какое-то количество клипов. У нас запланирован был уже гастрольный график. И тебе это нравилось? И мне это, конечно же, нравилось. Но и в то же время мне, у меня в голове не укладывалось такое, что неужели я могу сейчас просто сказать, ребята, я поехал в Таиланд, короче, вы тут занимайтесь своими делами дальше. А я поехал тренироваться и боксировать. И, собственно говоря, я не согласился на это предложение. А с течением времени, я не помню, сколько это, это нужно посчитать, прошло, наверное, года 3-4, наверное, 19-й, нет, 17-й, да, где-то 3 года прошло. И вот в 17-м году я к этому и вернулся. Я написал просто его менеджеру в Facebook и сказал, я такое-то, такое-то, помнишь меня? Ты когда-то говорил и предлагал мне вот то-то, то-то. Это еще в силе? Он говорит, да, приезжай. И вот, собственно говоря, я вот так приехал и на сборы потренировался где-то около месяца. Вернулся в Минск. Потом мне предложили сразу участвовать в Кунгунфате. Первый бой у меня был в Бангкоке, где мы уже там представляли клуб Банчамек. Я, Супер Бон и Буакав. Были там вот три главных боя. И я тогда одержал победу и после этого уже удостоился того, что меня пригласили в 17-м году, по-моему, в финал восьмерки за пояс уже боксировать. Предложили сразу участвовать в Кунгунфате. Первый бой у меня был в Бангкоке, где мы уже там представляли клуб Банчамек. Я, Супер Бон и Буакав. Были там вот три главных боя. И я тогда одержал победу. И после этого уже удостоился того, что меня пригласили в 17-м году, по-моему, в финал восьмерки за пояс уже боксировать. Короткий урок таиландского бокса от Виталия Гуркова. Уличная тема. Поехали. Уличная тема. Это, как правило, я называю повышением переговорных способностей. Человек подходит и начинает с тобой разговаривать. Отсюда просто достаточно короткого взмаха локтя вверх. Локоть снизу, да? Да, локоть снизу. И желательно вот здесь вот самому спрятаться в такую ракушку. То есть одна рука прикрывает, а с другой сейчас взмах вверх. Вторая рука прикрывает висок самому себе. Среагировать практически невозможно на самом деле. То есть как бы это вот если медленно, да? Это из опущенных рук. Немного помочь себе ногой и бедром. Вот. О, это славно. Да? Пум, вперед. Ты сможешь попробовать. Вот. Все. Это с близкого расстояния. Да. Вперед больше. Второй вариант. Это когда человек стоит чуть дальше и это в принципе прекрасно. Тогда ты человека видишь, можешь немножко среагировать. И когда хотят, да, либо толкнуть тебя. Провоцируют. Да, провоцируют. Либо толкнуть тебя, либо схватить за одежду. Собственно говоря, та же самая история. Самое главное в этой ситуации. Боксер, да. Одну ножку вывести чуть вперед. И вот съем и локоть. Бокал, бокал. Конечно. Кстати, чтобы. Идеальный комплект. И боксинга и тайского бокса еще и локти легкие. Легкие, острые. Тут есть еще такой момент. Если, ну, как бы по опыту опять же. Если вы не хотите человеку сделать сильно плохо, то лучше не разворачивать локоть вот таким образом, а ударить вот немножко предплечем плашмя. То есть удар будет тяжелый, но растечение вы не нанесете. Это будет такой оглушающий удар, скажем так, для легких, легких, легкие последствия. Давай медленно теперь. Да, вот, вот, вот. Хорошо. Либо можно этой же рукой снять. Снять локти. Сбиваешь, сбив. Ну, как правило, как правило, ну, бывает часто, что... Хват. Да. Не ожидал, кстати говоря. Есть еще такая... Локти, это страшное оружие. Да, локти, это, конечно же, это самое, наверное, страшное оружие и самое безопасное, в принципе, для работы в уличной какой-то ситуации. Потому что мы понимаем, что кулак, кисть очень легко травмировать и сломать, неудачно ударить. Тем более, если никогда не... если не знал, да еще и забыл, лучше даже не начинать. Следите за локтями. И еще, я хотел вот один момент проработать. Например, когда люди на такой дистанции, когда вроде бы локтем неудобно доставать, вот, но зато можно пробить вот рукой, да, например. Всегда... Как сюда вплести локоть, как сократить эту дистанцию? Ну, это всегда сокращение дистанции. То есть, это либо сбив и шаг вперед, либо сбив и шаг вперед. То сбиваю? Да. Это стандартно для тех, кто знает боксерскую технику, это есть двоечка, шаг-подшаг, да. Вот первый шаг это сбив, а подшаг это локоть. Собственно говоря, вот можно убрать переднюю руку с шагом. Пум, да. И вот локоть заходит спокойно. Спасибо. И также со сменой стойки тоже шаг задней ногой за переднюю ножку соперника. Мы смещаемся 45 градусов относительно линии атаки. Опять же, перекрываем рукой, съем и локоть. Бум! Втуда. Делаем. После этого, кстати, еще раз. Пуш! Самый, как бы, еще такой момент, ну и когда у человека подняты руки высоко в боксерской стойке, здесь всегда есть маленький шаг. И особенно даже если он защищается плотно, всегда можно туда ставить локоть на шаге на таком слайде. Раз, с задней ножки мы толкаемся и передней, входим к сопернику поближе. Просто вон заем туда локоть. То же самое можно делать с правой стороны. И отсюда можем развить дальше. Снизу боковой локоток. Самая простая комбинация. Та же наша двойка. Раз, два, перекрыться. Опасно. Спасибо большое. Достаточно. Пользуюсь случаем, хочу тебе подарить книжку «Трактористы, не дайте ежиков». Ой! Это класс. Мои тексты. Спасибо. Почему ты переехал в Киев? С чем связана эта эмиграция или побег от чего? Ну, я как бы уехал, потому что, во-первых, это была планомерная поездка. Я должен был ехать в Одессу, у нас было пару концертов, выступлений на фестивале. Но когда я увидел то, что происходит в моей стране, я понял, что мне там места нет. Потому что не участвовать в том, что происходит, я не смогу. А любой мой выход на улицу повлечет за собой очень тяжелые последствия не только для меня, но для моих близких, для моих друзей. И, собственно говоря, я принял решение просто не возвращаться, потому что, ну, как бы я уже знал, что за мной следят. За мной, как бы, уже я находил, скажем, наружную слежку, там за мной ходили сотрудники на всех акциях, на которых я присутствовал. Вот в районе метров 15 я просто находил людей. И элементарно это было просто не, ну, как бы мне дали понять, что, ну, как бы тебе небезопасно просто возвращаться. Вот. А почему Украину? Потому что в Украине уже, во-первых, у меня родственники есть, да. И я вот тут, как бы, проводил там много, много времени, как бы, своего детства у меня родственники живут в Урзуфе, да, на Азовском море. Я с родителями постоянно летом, каждое лето выбирались. Вот. И с 2014 года, скажем так, основная гастрольная деятельность нашего музыкального коллектива и в составе, там, Ляпи Струбискоик, последний гастрольный тур и стадион Лобановского полный, когда был последний концерт. И потом уже группа Бруто, то есть я, как бы, страну уже изучил, скажем так, все ее уголки и мне здесь очень нравится. И, ну, как бы, у меня как-то выбора не стояло, куда уезжать, да, и где остаться в это время. То есть для меня это тоже было достаточно неожиданно, потому что, ну, я так себе представлял, что я сейчас уеду, мы тут сделаем все свои дела, я приеду спокойно домой, в свою квартиру, там, буду тренировать в своем зале и, ну, там, заниматься своими делами. Но я уже тогда, как бы, понимал, что, в принципе, за сборную я выступать не буду и не хочу, потому что, ну, на тот момент председатель федерации тайского бокса у нас был такой товарищ Юрихов Джимуратович Караев, он и сейчас остается. Он тогда был, скажем так, боже мой, что это за должность такая, министр внутренних дел Республики Беларусь, ну, то есть, сами понимаете, человек, с которым у меня уже много раз, там, происходили какие-то беседы по поводу идеологического воспитания, и меня исключали несколько раз из сборной, как бы, по своим убеждениям, да, и, собственно, говоря, я уже представлял, что, ну, я не хочу после вот того террора, который я увидел на улицах городов Беларуси, вообще, с этим человеком хоть как-то, ну, пересекаться, не то, чтобы, там, быть в подчинении, там, у его федерации. Поэтому я, как бы, сделал выбор элементарно не возвращаться. Нет ощущения сейчас, что ты, может быть, был бы нужнее в Беларуси, вот я там нужен, это моя родина. У меня было такое ощущение, когда мне пришлось только уехать, да, когда мне пришлось в августе переехать в Украину, меня долго мучили вот эти вот мысли, потому что, возможно, скажем так, было такое ощущение, что, да, вот сейчас именно я там нужен, да, вот я должен что-то сделать такое, чтобы, не знаю, там, объединить людей, как-то их вдохновить и быть причастным, скажем так, вот к этим переменам, которые вот-вот должны произойти. Но это был такой, скажем так, внутренний порыв, который адекватно мой мозг и опыт просто рубил на корню, потому что я понимал, что вот этим вот просто массовым выходом с цветочками и аплодисментами вот эту вот жесткую систему, которая 26 лет уже существует в нашей стране, ее так просто не изменишь. И на какие-то другие действия у нас люди не готовы и, в принципе, никому тоже не хочется брать как бы грех на душу, да, потому что вот все-таки сейчас весь мир говорит про там белорусов и мирный протест. Грубо говоря, тут на Майдане, когда ФОПы недавно устраивали митинги, там были столкновения с полицией, по-моему, были, да. И я где-то в интернете видел запись короткую, где мужчина говорит, мы тут шо, мы тут не белорусы, вам с цветочками хлопать. Если нас будут тут как бы толкать, то мы тоже как бы ответим. И вот у нас люди немножко мягче, да, и менталитет как бы другой, и как бы не готовы к каким-то силовым противостояниям, да. И оно абсолютно бессмысленно. И более того, я уверен, что если бы оно было, то это бы погасилось гораздо жестче и гораздо быстрее, нежели чем это происходит сейчас у нас. То есть белорусская власть была готова идти до конца, до самого последнего конца и на любые меры? Тут один простой вопрос, как бы каждый себе должен задать. Это, ну, мое мнение, никого не склоняю. То есть, когда ты выходишь на такого рода мероприятие, ты задай себе два вопроса. Первое. Готов ли ты умереть за свои убеждения? Не готов, допустим. А готов ли ты убивать за свои убеждения? Они готовы. Вот со стороны силовых структур, и мы это все прекрасно увидели, что они готовы стрелять, бросать гранаты в толпу. Сколько без вести пропавших, ну, конкретная цифра до сих пор неизвестна, но некоторые случаи как бы известны. Например, тот же футбольный хулиган Никита Кривцов, да? Просто человека нашли по вешенному лесу. Ну, инсценировка под самоубийство. Но на самом деле вот эта вот тема, особенно, скажем так, вот затронули сейчас футбольных хулиганов. Насколько мне известно, вот в первые месяцы Майдана, противостояния на Майдане, как бы ключевую силу сыграли именно организации футбольных фанатов в Украине, которые перестали враждовать друг с другом и стали, скажем так, на защиту акций. Да, и вот это был такой сигнал, который спровоцировал ситуацию в нашей стране, что в течение двух лет у нас все, скажем так, фанатские вот эти движения просто были разбиты в пух и прах. Как людей сажали за там видеозапись ВКонтакте, за какие-то там старые дела хулиганские. У кого-то по-любому были уже какие-то с законом трения, то есть кто-то где-то подрался на улице, они же там между собой играют в эту войнушку. И у них уже были приводы. И, собственно говоря, то, что у них раньше проходило как хулиганство, вот эти старые дела были подняты трехлетней давности. И сделана уже абсолютно другая статья криминальная, как организованная преступная группировка, там действия группы лиц. Сделали там из кого-то главаря, из кого-то помощника главаря, и, собственно говоря, люди уехали спокойно себе на 10, 12, 7 лет, 6, кто-то на 3 за запись, за видеозапись ВКонтакте. И, собственно говоря, уже тогда система в нашей стране, она, скажем так, неблагоприятных социальных элементов сразу же ликвидировала. Тех, кто потенциально может выйти, ну вот какое-то сопротивление оказать сотруднику милиции. И, собственно, просто как бы остальные уже, видя примеры перед своим глазами, элементарно просто уже как бы, да, скажем так, отошли от дел, перестали ездить на футбол. Ну и, опять же, очень много ярких примеров, когда я вижу, например, историю там с Алексеем Кудином, нашим бойцом-чемпионом мира по тайскому боксу, тяжеловесом, и который уже перешел и успешно выступает в ММА, просто когда человек оказался на улице и увидел, как жестко избивают людей и ставят на колени и женщин, и стариков, он подошел к сотрудникам ОМОНа, поднял руки вверх и просто сказал, ребята, что вы делаете там, ну и что вы меня тоже будете бить. И, собственно говоря, они его спровоцировали на этот, в этот момент его завели газом, и сзади кто-то из сотрудников ударил его дубинкой по голове. И, ну, поскольку Алексей человек, скажем так, умелый, ну, просто развернулся и на автомате, потому что вот уже инстинкт самосохранения сработал, дал ему отпор. Ну, и завязалась там какая-то драка, и, собственно говоря, его задерживали, то точно так же бросали светошимовую гранату в автомобиль, и расстреливали его практически в упор с резиновыми пулями, и хорошо, что он сидел на этот момент в машине, и они как-то вот так вот его задели. То есть, если это был бы выстрел фронтальный, то это была бы смерть. И у человека на минуточку, там, пять детей, как бы воспитывает пятерых детей, двое своих и трое приемных. И вот в такой, как бы, ситуации, да, и вынужден был бежать из Беларуси, и вот его в России, получается, сейчас задержали недавно. То есть, примеров было перед глазами более чем достаточно, которые показывали, что люди, которые не владеют информацией, которые не представляют вообще, насколько тяжелые последствия действий, даже элементарного, как бы, молчаливого протеста, выхода на улицу, попадают, ну, попадали и попадают в самые неприятные, самые жесткие ситуации. Поэтому просто в большинстве своих людей не были готовы к той жестокости, которая на них вылилась со стороны сотрудников правоохранительных органов, в кавычках, да, скажем, потому что у нас сейчас есть просто какая-то террористическая организация, а не правоохранительные органы, потому что права у тебя абсолютно нет никакого в Беларуси. То есть, приходят, могут выломать спокойно дверь в квартире, сделать какой-то обыск, найти все, что угодно, и мы это прекрасно видим, и как работает пропаганда по нашему телевидению. Как, скажи, вот, ваше завязалось сотрудничество с проектом Брутто, ты познакомился с Михалком, он тебя позвал в группу, ты немножко поднатаскал себя в плане вокала и вошел в коллектив? Ну, примерно так. Примерно так. Просто нужно, так сказать, что я на момент того, чтобы получить это предложение, я, как бы, знал уже Сергея лет шесть или семь, вот, то есть с 2008 года, да, с 2008 года мы с ним знакомы, это был такой период, когда его, скажем так, ЗОЖ-перерождение, когда он там сбросил миллиард сто пятьсот этих килограмм, стал уже атлетически сложенным молодым человеком, интересовался, как бы, немножко боевыми искусствами, занимался боксом. У одного нашего, как бы, знакомого общего тренера, который иногда занимался со мной, и мы, как бы, были так заочно знакомы через тренера. Ну, и некоторых музыкантов из коллектива я тоже знал, потому что в каких-то музыкальных кругах мы пересекались там на каких-то концертах. Я, опять же, тоже, будучи спортсменом, я играл на гитаре в разных, там, гаражных панк-группах, и тоже у нас были... То есть сбылась детская мечта, условно говоря. Получилось так, сбылась детская мечта. Если мы будем говорить про детскую мечту, вот я себя даже могу отбросить в то время и вспомнить, что я либо включал магнитофон, становился перед зеркалом, представлял, что я на сцене и пою Виктора Цоя, у меня тогда, кроме Цоя, не было любимых исполнителей, либо я там махал ногами, представлял себя Брюсом Ли. То есть вот у меня было две детских мечты, которые, ну, как бы, благотворно осуществились. Я помню 2014 год, у меня был бой за звание чемпиона мира за поезд WBC Муай Тай в Италии с Тайсом, очень известным, титулованным Кемом Си Цунпинонгом. Вот я выиграл этот бой. Через месяц я полетел на турнир по кикбоксингу в Лас-Вегас. Мы там где-то месяца полтора провели в Лас-Вегасе. Я приехал в Минск с каким-то уже планом своего временного отъезда в Соединенные Штаты Америки, чтобы, не знаю, какую-то новую ступень в своей жизни, там, новую ступень какой-то профессиональной карьеры. И какой-то уже план действий, сбор документов у меня был. И тут мне, как бы, звонит Сергей, говорит, что вот я сейчас в Беларуси, давай, приходи, пообщаемся. Я зашел в гости, мы, как бы, долго разговаривали вообще про все, потому что давно друг друга не видели. А потом, он говорит, вот сейчас, как бы, я хочу вот этот проект закрыть и начать создавать новый коллектив. Показал мне пару сразу песен на гитаре наиграл, там, объяснил концепт, что чего, как он это видит. Кто будет принимать участие, состав группы. И он такой, ну да, класс, класс. Он говорит, вот я хочу, чтобы ты тоже был на сцене. И почему-то у меня сразу так раз. Прощай, Америка. Да, good boy, Америка. Где я был аж два раза. Да, и такой, все. Собственно говоря, все, как бы, я понимал, что, скажем так, жить в эмиграции в другой стране, там, в Америке, и заниматься, ну, я знаю, чем я там буду заниматься. Потому что, в принципе, у меня до этого был опыт, я полгода прожил в Австралии, где, собственно говоря, тоже боксировал и тренировался, и преподавал. Мне стало интересно пожить, как бы, другой жизнью, жизнью рок-музыканта. Вот, и у меня это, слава богу, прекрасно получилось. Слушай, проект Брутто, он фактически сейчас заморожен, учитывая новые планы Сергея Михалка, либо он, скажем так, ну, не то, чтобы исчерпал себя, но вы выполнили определенную миссию, и сейчас, ну, наверное, какое-то нужно, либо перерождение необходимо какое-то, либо поставить какую-то жирную точку. Как ты это видишь? Ну, на самом деле, тут, да, вот то, что ты сказал, оно все сыграло свою роль, потому что, с одной стороны, мы на тот момент выполнили определенную миссию, которую видели, а во-вторых, полностью, как бы, исчерпали, скажем так, на тот момент творческий потенциал проекта. То есть, его можно было бы делать еще, как бы, бесконечно, но для того, чтобы он, как бы, звучал так, как он должен звучать, и был востребован, и, скажем так, в ногу, по духу, со временем, его определенным образом нужно было загрузить, перезагрузить. И, собственно говоря, эта перезагрузка, она, на мой взгляд, еще удачно совпала с остальными жизненными процессами, особенно, ну, как бы, мне кажется, с точки зрения автора, да, потому что, ну, как бы, нужно сказать, что Сергей, как бы, автор всех своих проектов, да, он и, как бы, генеральный двигатель, тоже, он, тоже у человека, там, разные периоды жизни, мотивации и всего остального. У него, там, рождение одного ребенка, рождение второго ребенка, и у него рождение нового проекта появился, проект Дрезден, который, вот, уже два альбома записали, там, тоже очень много клипов есть в ютубе, и третий альбом, в принципе, готов, его просто, там, нужно чуть-чуть доработать, то есть, ну, досвести, там, какие-то моменты, то есть, он готов, в принципе, у него много материала, материала, который просто планомерно будет выдаваться в то время, когда, скажем так, точка сборки произойдет, а точка сборки это люди, время, ресурсы, концепт, и, собственно говоря, все как-то планомерно, планомерно идет, и я не могу сказать, что какой-то из проектов закончился, ну, то есть, допустим, то, что Бруто, как бы, закончилось, нет, оно не закончилось, то есть, то, что нету сейчас масштабных каких-то туров Если вот так посмотреть, ну, там, два, может быть, полтора года назад, то ты в Беларуси известный спортсмен, ну, довольно-таки известный спортсмен, один из самых известных спортсменов страны, популярная личность, ты поешь в одной из, опять же, самых известных, наверное, самой известной белорусской группе в мире Я поэтому и согласился Работаешь телеведущим на государственном телеканале Встречаешься с одной из самых известных спортсменок в мире Чемпионкой мира Европы, кажется, по художественной гимнастике, милициониста Ньютой И все вроде бы отлично, но чего у тебя дома не сидится, ну Стань символом Беларуси И живи, иди в ногу, так сказать, с генеральной линией Почему вот произошло все так? Почему Почему что? Почему я... Но ты фактически сейчас начал новую жизнь, мне кажется Есть такое ощущение, что тебя вот побудило? Ну, что меня побудило Во-первых, как бы В любом случае, это движение вперед Во-вторых Это всегда интересно А в-третьих Это Это лучшее, что могло со мной случиться, скажем так Ты так ответил, у меня возникло ощущение, что дело в женщине все-таки, или нет? Нет, нет Дело во всем То есть тут, если вопрос стоит Почему я оказался, как бы, здесь И заново выстраиваю Там, систему коммуникации Заново выстраиваю Но это шаг Это шаг Потому что там, кроме надписи Не забудем, не простим На асфальте Я не мог выстроить ничего И Очень большой Очень большая доля вероятности Что эта надпись была бы написана в мой адрес Все элементарно Спасибо большое за беседу Я думаю, это хорошая точка На сегодня все Я думаю, что этот разговор Стал чем-то большим Чем разговор просто о спорте Подписывайтесь Ставьте лайки Всего вам хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok